МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Помните, как у блока? У меня тоже все повторяется. День, улица, труп и убийство. Все будет так, исхода нет. А как вы думаете, его, наверное, ограбить хотели? Грабят прохожих. Здесь же не Арбат. Че здесь гулять? Поле? Метро рядом нет. Остановки тоже. Он либо сам сюда пришел, либо его привезли. Доброе утро. Грабят желаю. Не шастали тут? Вроде нет пульс проверения. Ну, а как пульс? Не особо. Что такое? Я... А я его знаю. Ты представляешь, какая махина выросла? Я никогда не думал, что картошка может расти, как въенок. Если вот здесь вот черкануть, то, наверное, и плодоносить будет. Олега убили. Кого? Я говорю, Олега там милен убили. Пуля в сердце, пистолет не найден. Кто когда? Не знаю. Я только что был на месте, там Шевцов. Он знает, кто тебя? Знает, я сказал. Я просто в шоке был. Я Олега просто давно не видел. Что ты еще сказал, Шевцов? Ничего особенного. Он, по-моему, еще не в курсе, что мы с тобой до работы знакомы. Сейчас рыскать проем, каких-то свидетелей ищет. Я Игорь Шевцов. Я могу видеть то, что не может видеть никто из вас. Участие в медицинском эксперименте изменило меня навсегда. Теперь я знаю, что каждый человек, где бы он ни был, оставляет след. Свой энергетический отпечаток. Это сродни следу ноги, который виден обычным глазом. Сродни запаху, по следу которой выйдут собаки. Но это ни то, ни другое. Этот след я вижу как отблески. Везде, где вы были и на всем, чего касались. Отблески нельзя стереть. Отблески нельзя скрыть. Отблески нельзя подделать. Отблески – это ваш след. И я вижу его. Свой особый талант я поставил на службу другим. Я преследую тех, кто нарушает закон. Я преследую тех, кто творит зло. Я преследую тех, кто думает, что найти их невозможно. Если вы среди них, будьте уверены, я приду за вами. Меня приведут с отблески. Когда Еремин уехал, я позаимствовал у трупа спичечный коробок. Надеюсь, никто не обратит на это внимание. Ну что, посмотрим, как он сюда попал. Сам пришел. Интересно. С пустыря отблески вывели меня на тихую улицу неподалеку. Я ожидал, что сейчас приду на автобусную остановку или к дороге. Машина? Но у него в кармане не было ключей. Вот это уже интересно. Он приехал на машине, но не за рулем. А кто же водитель? И где он? Машинку-то придется вскрыть и владельца разыскать. Здравствуйте, Петр Евгеньевич. Садись. Игорь, передо мной сейчас непростой выбор. Я в чем-то провинился? Нет, что ты. Наоборот. Ты ездил сегодня на убийство? Да, я только что оттуда. Но пока ничего не понятно. Еще с Ереминым надо поговорить. Вы представляете, он узнал убитого. Не только он. В смысле? Олег Томилин, чей труп ты сегодня видел, был нашим с Ереминым старым другом. Да вы что? Примитивое соболезнование потерять друга, это... А кем он был? Ты сидишь в ее кабинете. Что? Следовательно? Давно это было? Да не так давно. Года три назад. Произошла одна неприятная история, ему пришлось уволиться. Какая неприятная история? Гнилой дельце. Но он много не потерял, занялся бизнесом. Я в общем, что хотел сказать. Ты занимайся этим делом. Только о каждом своей шаге мне докладывай. Хорошо. Ты меня понял? О каждом своем шаге. Я вас понял. Ты Ерема зайди, он тебя ждет. Здрасте. Здрасте. Мне шеф рассказал, почему мне не рассказали, что Томилин наработал следователем. Паш, покури пока. Я знал, что горел, все расскажет. Ну и какая разница, с кем он работал? Вы провели вскрытие? Нет. Проводят. Один из моих экспертов. Предварительно огнестрел. Одна пуля с поражением легкого и сердца. А я просто не смог. Он мой друг. А когда вы последний раз виделись? Месяца два назад. На дне рождения у него. А потом, когда он уволился, мы практически перестали общаться. Я тут машинку одну нашел. Интересную. Надо бы, чтобы выглянули. Хорошо. Привет, красавица. Привет, привет. На стенах этого здания красавица зовут юрист первого класса Орлова. Обожаю, блядь, излишца. Слушай, Шефцов, что тебе надо? Не могу, кипятись. Вопрос есть. Скажи, некто Олег Томилин. Следователь. Сидел в моем кабинете и три года назад уволился. Помнишь? Ну, помню. Какой от Морозыча. Но я с ним не общалась. Почему ты так называешь? Ну, потому что репутация у него была не из лучших. И говорят, что удержался он здесь только потому, что с Шефом был на короткой ноге. Говорил их? Странно. Ну, поработаешь с ним, еще не такое узнаешь. Скажи, пожалуйста, а почему он уволился? Не знаешь? Я знаю все. Но времени мало, мне пора. Постой. Может быть, ты вечером мне расскажешь? Ну, а может быть, ты просто ищешь повод? Да нет. Постой, постой. Да, я ищу повод. Ну, просто для меня очень важно узнать эту информацию и очень важно с тобой встретиться. Ну, правда. Ларь, помоги. Ладно, сегодня вечером. Прошу. Так. Станинизацию я отключил. Спасибо. Ну, как варианты можно было разбить стекло. Дверь. Ловко. Спасибо. Павел Алексеевич, осмотрите пока машину, а я с участковым повеседаю. Я проверил, машина зарегистрирована на имя Гурцевой Марины. Прописана она вот на этой улице. Вот точный адрес. Это же ваш участок. Ну, да, мой участок. А вы звонили? Да, звонил, никто не подходит. А вам знаком этот адрес? Да, нет вроде. И этот мне врет. Что тут происходит? Послушайте, понимаете, неправда все равно всплывет. Там что, притон? Нелегалка? Съем? Послушай, старик, это важное дело. Лучше не тяни и говори, как есть. Я скажу, только ты никому не говори, ладно? Скажи, как будто сам догадался. Не вопрос. Там живет наш начальник СКМ. Ну, я как бы квартиру его не знаю, только подъезд. Ну, встречались иногда. А машина вот эта, так ездит он на ней. Ну, адрес, видимо. Так, а женщина это? А это баба его. Ну, и тачка, наверняка на нее записана. Вы же знаете, они опера такие. Всегда от кого-то скрываются, прячут что-то там. Знаем. Ого. Вот тебе и ого. Это что ж получается, тот самый пистолет, из которого Олегу убили? Как ты вышел на эту машину? Ну, да не важно. Так, дайте-ка минутку подумать. Это пистолет убитого Томилина. Откуда у него оружие? Ведь он больше не на службе. Хотя, для него достать ствол было несложно. Ну, может быть, это и разное оружие. Стоять. Лариса. Лариса, подождите, подождите. У меня так странно голова устроена, что если я про Томилина не узнаю, у меня ничего не получится. Комфуз. Понимаешь? Шевцов, ты меня пугаешь. Мне кажется, что трупы тебя интересуют намного больше, чем женщины. Ты можешь не волноваться, свою хоккейную маску и бензопилу я оставил дома. Может быть, чаю? Ну, хорошо. Чаю. В общем, так или иначе, но Томилин был связан с наркотиками. Работал, конечно, он безупречно. И поговаривают, что они сгорел его вместе очередь. А Еремин? А что Еремин? Ну, они общались как-то помимо работы. Ну, я не знаю, может быть, до меня и общались. Но тот человек, если вы не заметили, я еще достаточно молода. Да, я как-то упустил это из внимания. Постарайтесь быть повнимательнее. Постараюсь. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. В общем, история такова. Как-то Томилин вместе с ребятами поехал на задержание. Ну, началась перестрелка. Где-то на улице. А точнее, на детской площадке. И, в общем, мальчика лет десяти шарная пуля сразила насмерть. Да ты что? А чья пуля? Ну, вообще, наркомана. Но ты знаешь наших. Им лишь бы докопаться до чего-нибудь. Началось внутреннее расследование. И Томилину пришлось написать заявление об уходе. А Горелов ему не помог. Отморозочек. Это поэтому ты его так называешь? Из-за этого случая? Не совсем. Поговаривают, что Томилин очень тесно общался с криминалом. Интересно. Но Горелов не мог же это не знать? Не мог. Десять новостей по убийству Олега. Есть. Только чего ты с этими новостями делаешь-то? Ты Кате звонил? Угу. Я туда ездил. Мне очень стыдно. Не мог я по-другому. Она сестра моя. Я же знал, как она его любила. Я просто не смогу на это смотреть. Ко мне вон люди на опознание приходят, разговаривают со мной. И я тоже с ними говорю. Говорю. Я все прекрасно понимаю. Соболезную. А тут я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. А тут вот... Тут еще вот это. В крови обнаружено высокое содержание диаморфина. Это героин. Ты думаешь, я не знаю, что ли? Скажи мне, эксперты могли ошибиться? Ну, может быть, лекарство какое-нибудь. Эксперты могли ошибиться. Только у него дороги по Вене. Я сам только что посмотрел. Ты хочешь сказать, что он твои сестра не замечал? Да я не знаю, Петь. Но когда мы в последний раз-то виделись, помнишь? Так у Колы, они же... На Вене, на ноге. Он специально туда колол, чтобы родные не замечали. Ну, но... Ну, спасибо. Шевцов-то видел? Нет еще. Я ему отчет уже передал завтра, он прочитает. А это можно как-нибудь заметить? Может быть, возьмешь экспертизу на себя. Я уже передал все, Петя. Сам лично. Если я сейчас начну дергаться... Черт, откуда я мог знать, что там такое? Ладно. Пока не поздно, надо съездить к твоей сестре. Надо. Надо. Привет, Катюнь. Привет. Мне очень жаль, прости. Я... Я должен был сам тебе все рассказать, ну... Прости. А Виталик где? К маме его отправил. Не сказал я его. Ну, я ему потом сам все расскажу, обещаю. Спасибо. В общем, Катерина, тут... Тут такое дело, нам... Нам надо все обыскать. Где здесь, в квартире? В квартиру все, надо все перевернуть. Ты не переживай, мы потом вернем все на место. А зачем обыскивать? Давайте я сама вам все покажу. Какие проблемы? Ну, хотите, сейф открою? Что еще надо? Да дело не в сейфе. И не в том, что нам можешь показать. Олег мог прятать что-то и от тебя. От меня прятать? Что за ерунда? Тебе лучше не знать. Просто может случиться так, что подтвердят с кое-какие факты и к тебе придут с официальным обыском. И если что-то найдут, будет трудно доказать, что это не твое, и ты не знала об этом. В общем, лучше, чтобы этого не было. Паш, Петь, о чем речь сейчас, а? Что найдут-то? Героин. Игорь Дмитриевич, подождите, пожалуйста. Да. Здравия желаем. Здрасте. Вам пришли передать отчет о вскрытии вчерашнем. Ну, и сегодня еще по баллистике. Спасибо. Я ожидал прочитать что угодно, но только не это. Убитый находился под действием наркотиков, следы множественных уколов, выстрел в упор, ожоги на коже, но самое худшее – это найденный пистолет. Что мне делать с этой информацией? Что? Да. Здрасте. Нам надо поговорить. Я знаю, что ты хочешь сказать. Еремин рассказал о вскрытии. Я рад. Я попросил бы отстранить от дела эксперта Еремина и назначить мне нового. Сядь. Павел Еремин – наш старший эксперт. Если ты думаешь, что личная знакомость с убитым как-то повлияет на его работе, ты ошибаешься. Не доверять ему у меня причин нет. У меня есть. Он рассказал вам про обыск машины? Да. Пришли результаты баллистики. В общем, пуля, убившая Томилина, была выпущена из мокрого пистолета. Пистолета, который пять лет назад был зафиксирован при ограблении магазина и убийстве охранника. Нашли грабителей? Да. Через пару дней. Но пистолета при них не было. Такое бывает. Толкнули мокрый ствол для того, чтобы замести следы. Мало дураков, что ли? Кто-то купил. Ну, похоже на то. Но. Только дело в том, что в машине, на которую приехал Томилин, был обнаружен еще один пистолет. Пистолет, которого по бумагам давно уже не существовало. Табельный пистолет убитого Томилина. В результате полученных повреждений во время проведения операции пистолет Макарова, серийный номер такой-то, год выпуска, был полностью выведен из строя. Оружие сдано младшим советникам юстиции Томилином ОВ на утилизацию. Число, подпись Еремин П.А. А теперь объясните мне, пожалуйста, почему этот пистолет существует и почему он находится в таком прекрасном боевом состоянии. Я же помню, ты при мне его бросил выбросить. Я-то думал, он его выбросил. Паша, черт, что теперь делать? Он наверняка назначил обыск в квартире у Кати. Да не найдут они там ничего, но мы же с тобой все перерыли. Ну, чисто же. А он знает, что она моя сестра? Нет. Я хотел сегодня в спокойной обстановке рассказать, но все это плюс он просит другого эксперта из-за этого отчета. Я его прекрасно понимаю, я представляю, как это выглядит со стороны. Петь, а отстранишь его в целое дело? Да? Да. Уже поздно. Ты сам просил его оставить. Я? А, да точно. Ой. Петя, ты не куришь. А при чем здесь Шевцов? Допустим, отстранили, у кого я поставлю Орлова, да какая разница, кого? Факты никуда не денутся. Надо просто контролировать его расследование, дабы не навредить Кате и твоему племяннику. Я отстранен? Сейчас. Будет мне указывать этот юный гений. Ты работаешь, но на доверие его не рассчитывай. Он поехал на какую-то встречу, обыск назначен где-то часа на четыре, будь там. А я поеду в следующий человек, который должен что-то прояснить. Давай. Андрей Васильевич, к вам из прокуратуры. Да-да, пусти. Пусти. Здрасте. Я вас ждал. Вот как. Я сразу про машину узнал. Земля-то, так сказать, моя, слухи быстро ползают. Ваша машина? Хотелось бы знать, мы сейчас официально говорим? Нет. Просто хочу понять. Ваша. Моя? А вы знаете Олега Томилина? Знаю. Вы с ней виделись позавчера? Вы приехали на машине, я знаю. Допустим. Допустили. А потом вы пошли на этот пустырь. Было? Смотрите, я узнаю. Мальчик, тебе сколько лет? Что? Я спрашиваю, тебе сколько лет? Что ты так со мной разговариваешь? Ты знаешь вообще, с кем ты говоришь? Я узнаю. Я тебе делаю одолжение. Одолжение? Я могу прийти с ордером. В вашей машине. Куда ты лезешь? Я занят. С ума сошел? Пропусти. Пропусти, пропусти. Можете просто с него срочно. Молодец. Потом. Ты что здесь делаешь? Что я тут делаю? А что вы тут делаете? Я веду дело. В машине подполковника Сухарева был обнаружен тот самый пистолет. Вы знакомы? Вы знакомы? Пистолет к убийству не имеет никакого отношения. К убийству все имеет отношение. Я тебе позже все объясню. Сейчас тебе надо идти. Я не уйду. Я не уйду. Это единственный человек, который подозревается в этом убийстве. Я не знаю, что между вами происходит, Петр Евгеньевич. Я вас уважаю, но... Шевцов, выполняй приказ. Покинь немедленно помещение. Петр Евгеньевич, я все равно докопаюсь до правды. Пошел вон! Пошел вон! Пошел вон! Пошел вон! Пошел вон! Ты где откопал этого клоуна? Чем вы занимались с Олегом? Может, ты сначала поздороваешься со старым другом, бывшим сослуживцем? Олег был тебе друг, не я. И то только потому, что ты был лучшим его опером. Так я уже не опер. Я начальник. Это ненадолго. Если будешь продолжать беседу в том же духе. Вы часто встречались? Ты знал, что он подсел? Часто? Да. Но подсел он еще тогда, когда мы вместе работали. Врешь. Врешь! Смысл? Мне врать. Петя, это ты не хотел этого замечать. Вот и не замечал. Знаешь, когда люди работают с наркотиками, иногда бывает, что они подсаживаются. Что произошло позавчера? Только из-за уважения к тебе и по старой нашей, ну, так сказать. Я расскажу, но с тебя слово, что меня это не коснется никоим образом. Если ты не виновен. Если я не виновен в смерти, остальное все не твое дело. Либо так, Петя, либо никак. Хорошо. В одну секунду мир вокруг меня изменился. Я ощущал себя героем детективного романа. Прозаичного, но все же романа. А теперь я почувствовал на себе всю грязь реальности. Эти люди казались мне совсем другими. И вот по щелчку пальцев начала открываться какая-то неприятная правда. Закрыть глаза и забыть или продолжать? Продолжать. Вот и когда Олег уволился из органов, он стал заниматься бизнесом. Ну, бизнесом он все там говорил, жене так говорил, бизнесом занимаюсь. На самом деле торговал наркотой. А что улицу он знал хорошо, быстро нашел во всех районах точки. это позволяло ему иметь те деньги, которые он имел, ну, хорошо содержать семью, двигаться как-то самому. Принимал, понятно. А где он брал наркоту на продажу? Ведь это нужен постоянный канал. Я ему давал. Тать, мы договорились? Я помню. У тебя была доля? Это была приятная надбавка по зарплате. Ну и более того, на самом деле я не такая сволочь, как тебе кажусь. Основной частью нашего сотрудничества с Олегом было то, что он время от времени сливал мне крупных сбытчиков. Без него я бы их не смог взять. Это мне и позволяло некоторым образом держать район в чистоте. это жизнь, Петя. Каждый выживает по-своему. Это мороженое ешь, вкусно есть. Бог вам, судья. Мне интересен конкретный вечер убийства. Томилин встречался со своими клиентами здесь на пустыре неподалеку. Я его всегда подвозил, в тот вечер тоже подвез. Он забирал у меня товар, заносил часть денег, потом ловил тачку и уезжал. Свой машин усидеть не хотел. Ты хочешь сказать, что он пришел на встречу и его убили те, кому он давал товар? Это не редкость. Сам знаешь, какие там люди. Если он ехал на такую опасную встречу, почему он свой ствол оставил у тебя в машине? Забыл? Петь, ну он же торчал. Здрасте. Здрасте. Моя фамилия Шевцов, я из прокуратуры. Я соболезную вашему горю смерть мужа, но у меня ордер на обыск вашей квартиры. Вы позволите? Так, начинайте обыск. Не волнуйся, ничего они не найдут. Мы же не нашли. Привет. Привет. Павел Алексеевич. Да. А вы, пожалуйста, побудьте здесь. Мы как что-нибудь найдем, вас сразу да. Да, хорошо. Спасибо. раз они были друзьями, значит, знали его жену. И не очень-то она удивилась, услышав про обыск. Мне кажется, мы делаем пустую работу. Ладно, испробуем авторский метод. это будет непросто, ведь он здесь жил. но будем искать отблески в необычных местах. нужны девочки и в в в в СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ребят, Макс, отвертка есть? Да, конечно. Мы же на обыске. Открой. Понятые сюда. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Тедико. Держи меня. Как? Нежно. А вот и Ларочка. Интересное кино. Понятых пропустите? ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Катя, можно вас на секундочку? ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Спросите, а это кто? Я не знаю. Как? Это разве не ваш сын? Нет. Это не Виталик, нет. Ты как, кто это? Я не знаю, же я сказала. Я знаю. Пойдемте поговорим. Как ты это делаешь? Чего? Я говорю, как ты это делаешь? Ты нашел эти коробки через пять минут после обыска. Как? Я просто догадался. Врешь. Вы же тоже не всегда говорите правду. М? Вся эта история с наркотиками. Это что такое? М? Ты ничего не понимаешь. Конечно. Куда уж мне понять. Может быть, вы мне сами расскажете, а? Уж лучше я от вас это услышу, чем от кого-то другого. Кто это? А? Антон Синицын. 92-го года рождения. Это случилось несколько лет назад. Олег был с одним из своих оперов, Сухаревым Андреем, по-моему. Они назначили встречу с одним из сбытчиков. Хотели его заставить стучать. Он не захотел. Стоять! Стой! Стоять! 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 таскают. А потом, когда грабителей берут, оказывается, они обезоруженные. Подождите, я ничего не понимаю. Как? Ну, а что тут непонятного? Это известная техника. Менты эти стволы берут себе, как неофициальное оружие. А грабители взяли на территории, где работал Андрей Сухарев. Очень туманная догадка. Это косвенная улика. А машина? Знаешь, косвенные улики иногда бывают красноречивее прямых. Да и вообще мне этот Андрей Сухарев не нравился. Ну что? Составил заявление ФСБ? Петр Ивгенч, вы зря обо мне так думаете. Еремин мне все рассказал, но у него не было выбора. Я переоформлю протокол обыска, найду своих понятых, мы уберем наркотики оттуда. Я понимаю, как важна хорошая память о человеке. Особенно его сыну. И его другу. Он был моим лучшим другом. Именно поэтому, я думаю, вы пойдете до конца, чтобы найти убийцу. Пойду. Поэтому сделайте, что я вас спрашиваю. Это раз, и не задавайте никаких вопросов. Это два. Что все это значит? Это же место убийства. Убийство? Петь, что за цирк? Ты меня отрываешь от работы. Я приехал сюда только потому, что ты меня попросил. Ты приехал, потому что я сделал тебе одолжение. В противном случае, тебя бы сюда привезли в наручниках на следственный эксперимент. Понятно. Вы были здесь в ночь убийства? Когда? Не знаю. С понедельника на вторник. Нет. Ладно. Простите. До свидания. Вы же врете. Я по глазам вижу, врете. Ты где его откопал? Вы стояли вот здесь. А потом что-то происходило вот здесь. Вы, наверное, дрались. А что у вас с бровью, а? На задержании был. А, конечно. Наверняка, кроме вас, в ту ночь здесь никого не было. Я отвечаю. А если ты убил моего друга, и неважно, по каким причинам, ты сам умрешь. Ты в моих словах можешь не сомневаться. Повышение. Я шел на повышение. И эта дружба с Олежкой мне была ни к чему. Он совсем опустился с того дня, как подстрелил этого мальчишку. Был под дозой. Я попросил его оставить пушку в машине. А сюда привел. Потому что боялся его неадекватной реакции. Не зря боялся. Все, Олег. Работы больше не будет. Я завязываю, стало слишком опасно. Ну, я жив. Чего же мне заниматься-то тогда? Могу ли я для себя хоть брать? Извини, но я не барыга. Мы подкармливали мелкую рыбешку, чтобы ловить крупную. Или ты забыл? Ну, мне надо! Да! Я же не могу так жить! Я дома не могу появляться! Я-я-я вижу его! Что? Того пацана! Я вижу его! Это ж я убил его! Ты знаешь, какой сегодня день? Ровно три года! Я ж тебе тогда жизнь спас! А ты что? Кидаешь меня, да? Не себе. Олег, Олег, не надо. Олег, ты не такой. А ему было бы, знаешь, сколько? Шестнадцать лет. Нет! Но свидетелей не было. Я не знаю, как вы на меня вышли. У вас на меня ничего нет. А все это вам сейчас рассказал, потому что это уже ничего ни для кого не решает. Да так! Эхо! Того, что когда-то было. Ухлôля! Того... Того, что все было? Субтитры создавал DimaTorzok